Добрый день, в эфире Сивилнет, очередной выпуск итогов недели. Мой гость, политолог Тигран Григорян. Добрый день, Тигран. Здравствуйте. Тигран, давайте начнем с самой громкой темы, геополитической темы вчерашнего дня, признание России Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. День начался с другой новости, с новости о визите Алиева и подписании меморандума, но далее, как мы увидели, уже произошли более такие масштабные геополитические события. Некоторые называют их тектоническими, прозвучало очень такое пространное, базисное послание Путина. Были интересные месседжи, кстати. В основном послание было направлено и адресовано Украине, но были месседжи для постсоветских республик. Что бы вы выделили как политолог? Мне кажется, это действительно очень важный момент в истории 21 века, потому что можно сказать, что это был последний гвоздь в гробу миропорядка, который существовал после окончания Холодной войны. Этот процесс начался еще с 2014 года, с первого украинского кризиса, и с присоединения Крыма к России. И этот процесс продолжался. Сейчас мы видим, что Россия не принимает те правила игры, которые существовали на протяжении последних десятилетий. Россия готова в случае нужды нарушать эти правила, и мы видим, что это решение было именно в этом контексте, что Россия бросает вызов миропорядку, и этот сам миропорядок, в принципе, не был готов на какие-либо меры, которые могли бы предотвратить такое развитие событий. Что касается послания Путина, то это, конечно, был сборник всех его, на английском есть хорошее слово, grievances, всех его эмоций. Эмоций, да, размышлений. Да, размышлений по поводу Украины, которые существовали у него с начала его президентства, потому что Украина является очень важной страной для нынешних властей России, потому что во время первого срока Путина случился первый Майдан, потом далее случился Евромайдан, и вот эта ситуация с Украиной для Путина является символом политики Запада по отношению к России, и вся его идеология в последних лет особенно, в последних десяти лет строится на этом немного маразматическом понимании ситуации, которая существует на постсоветском пространстве. Что касается его комментариев по поводу легитимности существования постсоветских стран, по поводу… Там речь о национализме, который… Да, это не в первый раз, когда Путин говорит о нелегитимности, про возглашение независимости постсоветских стран. По-моему, где-то год назад во время своего послания Федеральному собранию у него был такой посыл, что да, в 1991 году мы приняли факт независимости этих новых государств, и мы принимаем до сих пор факт их существования. Но если кто-то попытается превратить эти новые государства, которые он считает частью исторической России, в плацдарм или в оружие, которое будет использоваться… Против России. Против России. То Россия будет предпринимать соответствующие шаги. Эти комментарии Путина в послании о нелегитимности существования постсоветских государств и независимости постсоветских государств может быть восприняты экспертным сообществом как объявление о намерении создания СССР 2.0. На самом деле Россия просто диктует новые правила игры на постсоветском пространстве. То есть эти правила очень ясные и простые для всех соседей России. Если вы хотите сохранить свою независимость, или какую-то степень независимости, то вы не должны в своей внешней политике совершать какие-то шаги, которые могут быть восприняты Москвой как враждебные или антироссийские. То есть меняется система безопасности Европы, новый правопорядок, и здесь уже постсоветские государства должны как-то подстраиваться под эти новые правила. На самом деле меняется глобальный миропорядок. То есть мы видим конец аннополярного мира, о котором, в принципе, эксперты говорят, начиная с 2014 года, именно с первого украинского кризиса, когда появляются сильные региональные державы, наподобие России или Турции, которые игнорируют те правила игры, которые существовали на протяжении последних десятилетий, и могут решать свои проблемы силовыми методами, игнорируя международное право, игнорируя какие-либо правила игры. Мы это видели и во время Второй Карабахской войны, мы это видели на других участках постсоветского пространства. И вот вчерашнее признание независимости ЛНР и ДНР – это самое яркое проявление нового порядка, который сейчас начинает уже… Мы можем констатировать, что в общем и целом международное право как-то становится нерелевантным, и ссылка на международное право становится нерелевантной? Я бы не сказал, что международное право становится нерелевантным, просто вот этот баланс между международным правом, между нормами и между балансом сил геополитических интересов меняется в пользу вот вторых факторов. Тигран, конечно же, со вчерашнего дня не могли не проводиться параллели с разными ситуациями, с Абхазией и Осетией, некоторые проводили параллели с Нагорным Карабахом. Насколько легитимно вообще сравнение с ситуацией вокруг Карабаха? Например, разговоры о том, что утеряны какие-то правовые, нормативные возможности для Карабаха? На самом деле, мне кажется, все понимают, что никаких параллелей между Нагорно-Карабахским конфликтом и конфликтами и другими конфликтами на постсоветском пространстве не надо проводить. Все международные организации, посредники, страны в своих заявлениях даже после окончания Второй Карабахской войны показывают, что существует разница между Нагорно-Карабахским и между конфликтами, например, на территории Грузии или на территории Украины. Самый последний пример – это доклад Европарламента о внешней политике и политике в сфере безопасности, в котором есть абзац именно про Нагорно-Карабахский конфликт, и там говорится о разрешении Нагорно-Карабахского конфликта на основе принципов территориальной целостности, правонародов на самоопределение, принципа неприменения силы в рамках Минской группы ОБСЕ и тому подобное. В абзацах, где говорится о конфликтах в Украине и Грузии, там используется другая терминология – уважение дегитарной целостности, нерушимости границ и тому подобное. То есть, эта разница существует. Что касается возможностей, которые не были использованы, о которых некоторые говорят в армянском экспертном поле, то мне кажется, что неправильно проводить параллели, потому что вес, сила и геополитическая мощь России несравнима с Арменией. Армения не могла односторонним образом признать независимость Нагорно-Карабахской республики без всяких последствий. Мы видим, что даже для России есть негативные последствия, и обсуждаются разные пакеты санкций, хотя, конечно, спорно, насколько эти санкции повлияют на внешнеполитическое поведение России. Но в случае Армении, у Армении нет такого веса, чтобы принимать односторонние решения такого рода. Тиграм, в своем слове вы упомянули резолюцию Европейского парламента после вчерашнего, но и не только после вчерашнего. Вообще, в последнее время есть такое общее восприятие, что Европа медлительна, Европа инертна, Европа довольствуется только заявлениями и лозунгами, но на деле ничего не делает. Такое восприятие во всяком случае существует. Как это восприятие или такое поведение Европы, европейских структур и организаций может подействовать на будущее карабахского вопроса? Ну, кроме всего того, о чем вы упомянули, нужно отметить, что в Европе и на Западе в целом нету одного целостного подхода, например, к кризису в Украине. Мы видим, что, например, у Германии совершенно другой подход. Германия является сторонником более таких мягких мер в отношении России, Франции пытаются играть какую-то конструктивную посредническую роль. Если считаем Великобританию, часть Европы у Великобритании совсем другой подход, Соединенные Штаты находятся где-то посередине вот такого истребинного подхода, например, британцев и более такого мягкого подхода французов или немцев. И даже после признания этих республик, самоправосвязанных, европейские страны не могут даже договориться о подходе, например, в вопросе санкций. То есть сейчас даже, мне кажется, не будут приняты даже секторальные санкции, что довольно-таки удивительно и должно быть удивительно, особенно для украинцев, которые посвятили последние 7-8 лет своей жизни вот этому процессу сближения с Европой и с Западом, и когда они видят со стороны Запада, то есть они не видят вообще никаких конкретных. Вот именно об этом и речь. Этот процесс будет происходить также на Южном Кавказе, то есть понятно, что после этого кризиса, и на самом деле в первую очередь будем надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого кризиса и большой широкомасштабной войны между Россией и Украиной не будет. Если всё остановится вот на этом, то даже это будет иметь какие-то серьёзные последствия для региона Южного Кавказа, потому что мы видим, что западные страны не готовы платить ту цену для защиты интересов стран восточного партнёрства, которые готовы платить в России. Вот в этом разница между подходом России и коллективного Запада. И в этом плане, конечно, перспективы вовлечённости Запада на Южном Кавказе не очень благоприятны. Что негативно для карабахского вопроса. Да, это безусловно негативно, потому что, когда существует много игроков, существует некий баланс между интересами. Но когда роль этих других игроков ослабевает, усиливается роль монополиста, то есть России, усиливается роль других региональных авторитарных держав, таких как Турция. И мы стоим перед перспективой раздела региона между, например, Турцией и Россией. Или раздела между Турцией и Россией в планах сферы интересов. То есть ещё больше усиливается перспектива стать разменной монетой. Да. То есть вот эта геополитическая логика, которая приходит на смену логике международного права, логике международных каких-то норм, усиливается в нашем регионе. И мне кажется, что даже перспективы Грузии в плане евроинтеграции или вступления в НАТО сейчас являются мизерными, потому что украинский кризис показал, что Запад не готов идти на прямое столкновение с Россией даже ради такой большой страны с огромными ресурсами, как Украина. В случае Грузии, мне кажется, этот вопрос даже не будет стоять. Хорошо, если перейти снова к Южному Кавказу, а ещё конкретнее к Нагорному Карабаху, можно ли констатировать, что в принципе этим самым цементируется присутствие миротворческой, российской миротворческой миссии в Карабахе и, возможно, более не будет обсуждаться, ну, во всяком случае, не будет настолько актуальным вопрос продлиться, не продлиться, останутся, не останутся русские в Карабахе или нет? Я бы, конечно, не использовал слово «цементировать», но то, что после всех этих событий Азербайджан очень долго будет думать перед тем, как предпринимать какие-либо шаги против российских интересов в регионе, это понятно. Даже до всего этого кризиса вокруг Украины перспективы выхода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха были довольно-таки маленькими, но после вчерашних событий, мне кажется, они стали, можно сказать, мизерными. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы не знаем, что может случиться через несколько лет, какая ситуация будет в России, будет ли политическая стабильность в России и тому подобное, но, мне кажется, это довольно-таки позитивное развитие именно в плане сохранения присутствия миротворческих сил в Нагорном Карабахе, я сейчас говорю с точки зрения армянских интересов. Интересно, мы упомянули Азербайджан, также в начале беседы упомянули визит Ильхама Алиева в Москву, он был как бы очень символичным. Вы не находите в тот же день, когда было уже предусмотрено подписание и признание, Алиев был в Москве, мы далее поговорим о декларации, но какой был месседж во всем этом? Мне кажется, переговоры о подписании вот этой самой декларации велись на протяжении последних месяцев, потому что такого рода документы не подписываются за день или за два. Но мало было, во всяком случае, дискуссий. Да, не было практически дискуссий об этом, то есть это всё держалось в тайне, но вот тайминг появления визита Алиева в Москву, и особенно сегодня, когда планируется подписание декларации о дружбе… О союзническом взаимодействии. О союзническом взаимодействии. Тайминг, конечно, был определён Москвой, потому что мы помним, что Алиев месяц назад посещал Киев, у него был официальный визит в Киев, где он там сделал несколько довольно-таки громких заявлений по поводу поддержки территориальной ценности Украины. Алиев и Зеленский даже не разговаривали на русском языке на этой встрече, что тоже было месседжем в сторону Москвы. И вот Россия поставила Азербайджан в такую довольно-таки неудобную ситуацию, когда на следующий день после признания независимости ЛНР и ДНР, когда Россия является в фокусе, в центре внимания всего мирового сообщества, Азербайджан на следующий день подписывает договор такого рода. Это, конечно, серьёзная репутационная потеря для Баку, потому что азербайджанские лоббисты на Западе на протяжении последних недель представляли Азербайджан как некий бастион, антироссийский бастион на Южном Кавказе, что США и Европа должны более тесно сотрудничать с Азербайджаном для сдерживания российского влияния и тому подобное. А уже сегодня подписывается договор, который, по словам источников Кремля, то есть это было обупреговано на официальном сайте Кремля, повысит статус отношений между Россией и Азербайджаном до союзнического уровня. И мне кажется также символично, что об этом сообщает именно сайт Кремля перед подписанием этого самого договора, то есть Азербайджан был поставлен перед фактом. И сейчас, если, например, Алиев попытается договориться о подписании этого договора, скажем, через несколько недель или через месяц, это уже будет серьёзным димашем в сторону России, то есть это маловероятно. То есть хотя бы на формальном уровне, на уровне терминологии можно ли сказать, что отношения приравниваются к российско-армянским? Можно об этом говорить, потому что мы знаем, что подобная декларация существует, была подписана также между Россией и Арменией в 2000 году, если не ошибаюсь. И да, то есть российская сторона сама уже говорит о том, что речь идёт о союзнических отношениях. Если до этого Азербайджан считался стратегическим партнёром России, а Армения считалась стратегическим союзником, то сейчас в вопросе статуса есть равенство. Но в содержательном плане, конечно, особых изменений не случится, потому что мы видим, что на практике отношения России с Арменией и с Азербайджаном на протяжении последних лет было довольно-таки сопоставимым. То есть Россия пыталась держаться равноудалённо или, наоборот, неудалённо в отношениях с Азербайджаном и с Арменией. И вот этот статус союзника Армении, можно сказать, что никак не проявлялся. То есть для России важен именно статус посредника между Арменией и Азербайджаном, и Россия ни в коем случае не будет идти на какие-то односторонние, то есть на одностороннее давление на одну или на ту сторону, будет пытаться сохранить свой нейтральный статус. Что касается вот этого самого договора, то для нас будет важно, какие формулировки будут в абзацах договора о Нагорно-Карабахском конфликте. В договоре между Россией и Азербайджаном от 1997 года, который называется «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», там есть пункт о разрешении региональных конфликтов на основе территориальной целостности, нежуршимости границ и тому подобное. И в основном вот такого рода декларации, текст такого рода декларации составляется на основе основополагающего документа. И если вот эти формулировки появятся в декларации, то это, мне кажется, что это будет не слишком позитивным моментом именно для Армении. Хорошо, Тигран, еще один вопрос, который, думаю, беспокоит или во всяком случае многие об этом задумываются. Что заставило Алиева пойти на подписание этой декларации? Ну, если по части России как бы цели немного понятны, чего пытается достичь или получить взамен, какие дивиденды пытается получить Алиев? Мне кажется, сейчас идет довольно-таки острая борьба между Турцией и Россией за влияние в Азербайджане. И Алиев понимает важность российского фактора в нашем регионе, насколько бы не активничала Турция, особенно после Второй Карабахской войны. Насколько бы мы ни говорили о тюркизации Азербайджана. Да, все равно влияние России на Южном Кавказе остается самым серьезным. И Алиев, Азербайджан, Баку не может не считаться с этим фактом. И мне кажется, как раз визит в Киев был попыткой смягчения вот этого репутационного смягчения, подписания вот этого самого договора, потому что, как мы уже отметили, переговоры по этому договору наверняка проходили на протяжении последних месяцев. Задолго до визита в Киев. В целом, Алиев понимает, что какие-либо враждебные действия против России могут серьезно ослабить позиции Азербайджана именно в региональных вопросах и, в частности, в Нагорно-Карабахском вопросе. Спасибо, Тигран, за интересную беседу. Вам тоже спасибо. Будем ждать результатов сегодняшних встреч и подписания деклараций. Напомню, в студии CivilNet был политолог Тигран Григорян. Продолжение следует...